В 2024 году в России отмечают 50-летие с начала строительства Байкала-Амурской магистрали. И потому интерес к этой теме не ослабевает. Мы не раз рассказывали о тех, кто принимал участие в этой грандиозной стройке. И продолжаем тему репортажем о награждении юбилейными медалями строителей БАМа, которая состоялась в Кировском сельском поселении. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, который в составе студенческого строительного отряда участвовал в строительстве магистрали века, особенно неравнодушен ко всему, что связано с БАМом. Он стал летописцем этих важных событий, обращая внимание на кубанцев, участников стройки. И в рамках своей напряженной работы в Кировском сельском поселении Славянского района Виктор Чернявский встретился с БАМовцами. Он рассказал об огромном вкладе кубанцев в строительство магистрали, а также опечатающейся сейчас книги, рассказывающей об их трудовом подвиге. Где бы не были кубанцы, да, все равно и было видно. Трудолюбивые, жизнерадостные. А мы и с твоей мамой приехали на Кубань и стали кубанцами. Дело в том, что преодолели все, да, и коллективным трудом решили такой задач. Иногда говорят, да, они ехали там, деньги зарабатывают. И что, нету зазорного, потому что деньги зарабатывают. Но эти деньги платили не за песню косты, а за ту тяжелую работу, которую люди выполняли, и вместе создали дорогу, которая еще сегодня нас кормит и будет хормить еще на годы. И вот мы на сегодня уже имеем первый экземпляр книги, которая пошла в тираж. Вот такая книга кубанская бамовость. История по главу Мурскому истрали, воспоминаниях жителей государства края, участников Великой Стойки. В торжественной обстановке Виктор Чернявский провел награждение жителей Кировского и Забойского сельских поселений правительственной медалью, посвященной 50-летию начала строительства БАМа. Всем БАМовцам было очень приятно, что их участие в исторической стройке не забыто и высоко оценено. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края призвал строителей магистрали рассказывать о своем участии в стройке юношеству, которая нуждается в нравственных ориентирах и примерах трудовой доблести. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».